Здравствуйте, доктор! Здравствуйте, здравствуйте! Ты что-то хотел сказать про политику в России? Что-то ты увидел, узнал, прозрел? Я посмотрел дебаты между Михаилом Дмитриевичем Прохоровым и Геннадием Андреевичем Зюгановым. Дебаты проходили в рамках программы Владимира Рудольфовича Соловьева «Поединок». Я вообще эту программу не смотрю, но вот тут напоролся. Что ж тебя так кинуло? Ну, кинуло. Во-первых, я хочу сказать, что я лишний раз убедился, что Михаил Дмитриевич Прохоров человек совершенно беспомощный. Он абсолютно из себя не представляет ничего. Как мы это говорим, кремлевский проект. Это дело даже не в этом. Это само собой. Но дело даже не в этом. Он просто не личность. Он просто человек, который все, что у него есть, он все это получил. От кого-то в разное время, с какой-то целью. Но он вообще абсолютный подросток. Такой непроработанный, несчастный подросток. Дико закомплексованный. Напрочь лишенный харизмы. Напрочь лишенный собственного лица. Неинтересный ни в каком смысле человек. Это первое. Второе, что я увидел, что, видимо, в соответствии с его личностью, у него подобралась команда. Которая меня совершенно потрясла сочетанием непрофессионализма, чудовищной наглости и какого-то запредельного цинизма вообще. Но я даже не хочу цинизм обижать. Как вот назвать цинизм, который вот, ну, животный какой, я не знаю. Это не цинизм, потому что среди циников встречаются люди интересные. А это какой-то рефлекторный цинизм, я вот так скажу. Ну, запредельно совершенно. И, наконец, вот, когда я стал все это анализировать и понимать, почему такой человек идет на выборы. Выставляет свою кандидатуру в качестве кандидата в президенты Российской Федерации. Всячески поощряется Кремлем. Ему дают собрать 2 миллиона подписей. Мы же все понимаем, что собрать 2 миллиона подписей невозможно. Это невозможно физически. Это просто надо долгие годы этим заниматься. Или долгие месяцы. А за тот срок, который дают людям, собрать 2 миллиона подписей нельзя. Так вот, почему это все происходит? И мне показалось, что дело в том, что Владимир Владимирович Путин избираться в президенты Российской Федерации не будет. Мне кажется, что он где-то вот накануне выборов, или, скажем, выиграв первый тур и пройдя во второй тур с кем-то, он снимет свою кандидатуру, откажется. И президентом Российской Федерации будет Прохоров Михаил Дмитриевич. Ну, об этом ходили с разговора, что он поступит как Ельцин. Почему я так думаю? Потому что Михаил Дмитриевич Прохоров сегодня выглядит как абсолютно готовый полковой дурак-ответчик. Вот есть такая песня. Я был батальонный разведчик, а он писаришка штабной. Я был за Россию ответчик, а он спал с моей женой. А кто спит с женой, в данном случае? Да это я, подожди, это песня. Так вот, Михаил Дмитриевич Прохоров, он совершенный ответчик. Он готовый абсолютно, потому что все понимают, и Путин понимает, и мы простые люди понимаем, что впереди Россию ждут такие времена, когда придется отвечать. Вот эти тучные годы закончились, и впереди лично я ничего хорошего не жду. И все, что угодно Владимир Владимирович хочет, но отвечать он не хочет и не будет. Он человек мудрый, умный, прозорливый. Интуиция у него развита прекрасно. Он великолепно обучен, надо сказать, выдрессирован, я бы сказал. Вышкален. Поэтому он, на мой взгляд, сейчас просто куражится. Вот эти все обещания болельщикам. Вот что у меня последнее. Знаете, да, когда компания Аэрофлот и Трансайра теперь будут вынуждены бесплатно возить болельщиков на чемпионат Европы по флотболу? Это что, это куражится человек. Ну куражится. Это вот он, а я вот сейчас такое, а вот такое. А захочу вот это, а захочу вот это. Ну это полный бред. Ну вот это, да, нет, это не вред, это куражится. Это еще раз, это есть хорошее слово, куражится. Вот. Это вот делает человек, который президентом-то быть не хочет и не будет, конечно. Вот. Поэтому он покуражится сейчас и подставит на свое место какого-нибудь придурка. То есть не какого-нибудь конкретного, о котором я говорю, который будет отвечать за все, что произойдет в дальнейшем. Вот я в этом абсолютно убежден и в этом состоит мой прогноз. Все, кому я это говорю, кстати, все говорят, ты что, с ума сошел? Ты зачем такие безответственные заявления делаешь? А я вот делаю такое безответственное заявление. Вы написали, поживем, посмотрим. Да, конечно. Видео сохранит, да, и слава. Я сказал, что вся эта вещь кончится ничем, что ничего такого не будет, а будет очередной распил бабла, все эти демократы, квазидемократы перерутся, и все это кончится ничем. И тогда на меня набросилась толпа страшная и стала говорить, нет, вот Украина сейчас покажет пример, как надо развиваться в сторону демократии. Вот она раскопала этот прогноз, и надо же, я сам даже забыл про это. Надо же вот. Поэтому вот тут я прогнозирую более смело, я говорю еще раз, не будет Путин баллотироваться в президенты, а президентом Российской Федерации будет Прохоров Михаил Дмитриевич. Михаил Дмитриевич, не знаю, что вам сказать. Не дай вам Бог. Ваш рост позволяет... Смотреть на проблему глубоко сверху. Да, 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 смотреть на проблему глубоко сверху, но и увернуться, Михаил Дмитриевич, вам не удастся. Вот извините. Скажу тебе тогда вот такое волшебное слово, которое любят говорить в разных передачах на ухе Москвы и так далее. А что ждет Россию? Россию, как всегда, ждет кровавые поносы, бардак. А что еще может ждать Россия? То есть придет Михаил Прохов и затопит ее в крови. Не-не-не-не-не-не, он никого ни в чем не затопит. Он просто будет вот так стоять и говорить, а что, а что так, а что вы все, чего, что вы все, сейчас все будет хорошо, сейчас все, вот, вот. Вот так он будет говорить, а во-то время вокруг уже будет бардак, начнется кровопролитие, массовые драки. Он будет говорить, он будет говорить, ну че вы, ну все, ну че вы, ну че вы, ну че вы, отойдите от него. — А командир его команды, Господин Кроссовский. Он говорит, что скажите им это, скажите им это, скажите им это! А вы говорите, что это нельзя говорить! — Он начальник штаба его? — Да. — Знаешь, что я сейчас вспомнился? Ты увидел там вот команда Михаила Профора. Не вспомнился Тимур и его команда, а не вспомнился Мишка Клакин и его команда? — Нет, Ройзман, по-моему, который начальник штаба. — Нет! Нет! Нет, нет, нет. Мы путаем. Придвыборный штаб Красовский. А Розьман другой. Розьман, кстати, очень смешно, кстати говоря. Вот когда начинается бардак, он идет по всем линиям. Вот Розьмана, кстати, сейчас предлагают ему стать мэром Екатеринбурга. Погоди, нету мэра, там сити-менеджер. Ну, сити-менеджером, как он называется, я не знаю. Это смешной пост. Это все смешно, абсолютно все смешно. Поэтому вот, единственное, что не смешно, госпожа Светлана Пиунова, или Пиунова, я не знаю, Пиунова, которая вот тоже хотела быть президентом Российской Федерации, что тоже смешно, она сказала, что вот, она очень мудрую вещь сказала, она сказала, 2 миллиона подписей нормальный обычный человек собрать... За те 20 с небольшими дней, что в результате остаются. Собрать не может, да. Это вот ясно все. Вот кто их собрал, понятно, кто ему их собрал. Тот молодец. А кто собирал, тот молодец. Погоди, в своих прогнозах, а тогда скажи, вот, если ты говоришь, что господин Путин выдвинет, ну, тем или иным образом, кандидатуру Прохорова... Не выдвинет он никого. Нет, ну, неважно. Он устранит, да. Так или иначе, сделает так, как поступил Ельцин, да, сделал преемника, то что ждет, предпозже, Менцова, Навального и так далее в этой картине мира? Ничего не ждет абсолютно. Они будут точно так же воевать с властью? Не будут они воевать, потому что... Нет, будут блогеры. Нет, разумеется, если допустить невозможное, то есть Юрин прогноз, да, что Путина, Путину его товарищи разрешат подобный поступок, что очень большой вопрос. Но даже если допустить это, то, разумеется, жизнь изменится, если действительно станет президентом другой человек. Ну, даже неважно какой. Разумеется, изменится жизнь, в том числе и тех людей, о которых только что упомянули. А как изменится? Вот не знаю, что господин Навальный... По свободней. Да. Ну, я категорически так не считаю. Станет по свободней. Я считаю, что... Так, скажи. Ты, пожалуйста, скажу. Значит, уход Путина от власти будет означать в течение шести месяцев. То есть вот, ну, март, вот апрель, март. Короче говоря, осенью, вот если 4 марта будет присутствовать, президентом Прохоров, да, то осенью мы уже будем все плавать в крови. То есть кто не умеет плавать, то дело рук самих утопающих спасителя. Совершенно верно, да. Здесь развернется полномасштабная смута с кровавым жутким исходом. Это абсолютно точно. То, что 12 лет Россию в каких-то рамках удерживала только корпорация Озера, или как они, Озерки там, или кто они? Озер Озера. Да, Озера. Это точно абсолютно. И сейчас, когда Владимир Владимирович тихо отойдет, потому что, ну, хватит уже. Я-то, например, совершенно убежден, что и пост ему приготовлен уже в какой-нибудь структуре типа ООН, по той простой причине, что Запад крайне благодарен Владимиру Владимировичу за эти 12 лет. Просто крайне. И, кстати, в фильме BBC, вышел вот первый фильм BBC о Путине, да, там эта мысль просто красной нитью, там люди прямо говорят, что они крайне благодарны Владимиру Владимировичу за все, что он сделал для Запада. А сделал он, как выясняется, как раз больше, чем для России. Посмотрим, что будет в остальных сериях этого фильма. Ну, конечно, да. Сдается мне, что это не будет в фильме дефирантного. Посмотрим. Посмотрим. То есть, собственно говоря, ты предлагаешь спеть песенку «Летят перелетные». Я давно ее предлагаю спеть. Я считаю, что все, кто имел возможность и имеет возможность, должны немедленно отсюда уехать во имя детей хотя бы. «Летят они в дальние страны, а я остаюсь с тобой». Ну, с тобой это надо в сторону, так сказать, женщины делать жест. Нет, а я остаюсь с тобою, родная навеки страна. Не нужен нам берег турецкий, чужая земля не нужна. Кстати, почему турецкий? Вот я не понимаю. Почему именно в этой... Это Кизаковского не ко мне. А почему именно турецкий? Я бы, например, написал «Не нужен нам берег советский». Немецкий? И поехал бы вглубь страны. Ну, да, естественно. На другой ее край. Да, да. Ладно, доктор. Ну, пока мы живем еще все еще в Медведевской России. Да, нет. Так и вообще, дай бог мне ошибаться, господи. Что там говоришь? Уж кто-кто не хочет кровищей, так это я. Хау? Хау. Хау. Ха. Продолжение следует...